здравствуйте друзья у нас тут врач 43 года женщина если у вас есть время чтобы мне посоветовали бы потому что максимально у меня 4000 долларов больше не смогу не занять и не заработать я собираюсь приехать в нью-йорк хотел бы поучиться у вас на тестировщика учиться могу как вы думаете если я поеду в нью-йорк и буду учиться онлайн смогу ли я найти работу тестировщик потому что на политику хочу подать сразу на второй день пребывания потому что разрешение надо ждать 150 108 дней вынуждена буду искать работу на кеш в нью-йорке лишь бы денег хватило комнату снять на продукты проезд сотовую связь минимально мы привезем вещей мы на родине выстояли трудные времена вы стоим сыном и там я за это не переживаю выхода больше нет да и машину не смогу купить денег не хватит поэтому я выбираю нью-йорк работаю на кеш хочу купить маш работая на кеш хочу купить машину после получения работы хочу подрабатывать на убере сын у меня очень самостоятельный поискать работу тестировщика имея московское образование его получила в 34 года за свой счет учу язык сын учит в школе углубленный язык после тестировщика хочу подкопить освоиться подтвердить диплом потому что врачи у вас хорошо получают но пока буду подтверждать буду работать и на убере и тестировщиков у меня отличная память я обучаем и могу работать без отдыха и учиться я уж ко всему привыкла очень буду ждать вашего письма конечно хотелось приехать сан-хосе пожить там и поучиться но не потяну ни оплату ни жилье и машину купить не смогу чтобы вы посоветовали бы вот такое тревожное письмо давайте мы значит обсудим значит давайте я друзья вам предысторию небольшую расскажу когда я это письмо получил там было больше раза в три это письмо с описанием всяких неприятностей которые в жизни у людей бывают и убедительная просьба была не не уходить в эти детали не зачитывать как бы в общем чтобы хуже не было и так далее поэтому я потратил некоторое время на то чтобы преобразовать письмо вот к тому виду в котором она сейчас находится как бы абсолютно обезличенная значит у нас есть женщина там 43 года сына я не знаю лет 14 15 вот у нее там как-то все плохо дома и она хочет уехать значит я думаю что вопрос об обучении там на тестировщика пока что не очень актуален то есть это как бы план такой средней отложенности значит первоочередная вещь состоит в том что у них есть 4 тысячи долларов ну хорошо значит у них есть только сколько у них есть значит нью-йорк в принципе неплохое место чё там говорить значит они могут туда поехать и как бы на старт ну конечно если бы она была одна не с мальчиком было бы может быть проще немножко но ну что делать значит вот так значит правильно было бы с кем-то списаться договориться в нью-йорке чтобы там уже заранее как-то какие-то люди бы ждали там может быть позанимались бы ими немножко там по минимуму ну хотя бы там жилье там помогли бы там и так далее вот дальше она движется на работу нелегальную и я вижу людей которые говорят там через пять дней вышел на работу понимаете есть люди которыми как миша вы не понимаете этот нью-йорк не такое место вот там можно целый там я не знаю месяц ходить и ничего не найти и я хочу сказать что все-таки здесь у женщины есть одно преимущество большое она врач и поскольку она врач то она в первую очередь может претендовать на работу по уходу за пожилыми людьми не в том смысле что она может практиковать как как врач но в том смысле что она как бы понимание определенные имеет вот и в общем то есть работа в этом деле и такая что с проживанием то есть она может с мальчиком жить где-то в доме каком-то и ухаживать там за пожилым человеком мальчик в этого не будет школу ходить жилье обеспечено там какие-то деньги получать и так далее то есть такая работа есть и еще раз лучше любой человек мало-мальски адекватный лучше возьмет врача чем возьмет там допустим кого-то кто не имеет медицинского образования тогда если есть выбор конечно на этом рынке услуг по уходу за пожилыми людьми в первую очередь имеют хождение люди которые местные с разрешением на работу потому что их можно официально оформить и государство будет им платить деньги тот случай значит о котором я сейчас говорил это случай когда нету государственных денег а люди платят из кармана так тоже бывает бывает конечно это отдельный рынок другой вот он существует то есть фактически ей надо сосредоточиться на том чтобы к моменту приезда в сша а у нее может быть еще и визы то нет я не знаю тем более кто ей визу даст с мальчиком я я еще раз я ничего этого не знаю но допустим у нее с визой все хорошо пошло и она приехала и в общем так значит вот вот это у нее ближайшая такая перспективы то есть виза найти людей которые помогут может быть какие-то форумы где можно заранее найти работу с проживанием со всеми делами может быть эти же люди вас там и привезут и поселят я то помню как мы с каким трудом мы искали кого-то ой кто сидел бы вот ухаживал за светиной мамой ей через несколько месяцев 95 лет уже будет понимаете это совсем непростое занятие такое то есть вам уже вас уже в аэропорту сын был подберут и все такое скайпе можно заранее договориться то есть я бы вот на этом сосредоточился приехала ночи она говорит я на второй день подам на политическое убежище для того чтобы подать на политическое убежище деньги нужны если только вы не сами конечно собираетесь это делать но если вы сами это собираетесь делать то я бы сказал что вы сильно рискуете поэтому правильно было бы конечно не делать сразу а сразу найти работу сразу подкопить что там надо обратиться к адвокату который может быть берет по частям то есть скажем на старт ну я не знаю там 3000 на старт а еще там к моменту когда интервью там может быть еще 3000 там есть какие-то планы такие есть какие-то люди которые так делают по частям поэтому может быть и заранее поискать тоже не к любому пойдешь значит надо с какими-то референсами рекомендациями я никого не знаю в нью-йорке по этой части поэтому затрудняюсь сказать лучше вот такая история то есть с первого дня ей сложно будет и нет такого пожара на самом деле чтобы с первого дня теперь а значит думаю но если они приехали и вот как бы вот это самая первая острота как бы ситуации уже снята потому что 4000 денег совсем небольшие деньги совсем небольшие значит вот когда вот эта часть устаканилась то есть какой то есть какие-то деньги которых хватает на жизнь и вот как-то жизнь пошла дальше вот не за накапливается одалживается не знаю каким образом появляются деньги на политическое убежище значит подает и если мы говорим про тестирование программного обеспечения ну конечно вы можете учиться онлайн если что если у человека с английским плохо то может он даже учиться сможет он может там три раза послушать записанный вебинар он может там со словарем пять раз медленнее но потихонечку читать там книжку и выглядишь там вот и нормально все но ну конечно это не будет быстро ну там пройдет полгода и глядишь работа найдет это возможно все но но в общем то без языка конечно муторышно это до предела поэтому если уже идти учиться то идти учиться с таким языком который если не не абсолютно готов уже для того чтобы идти на интервью но хотя бы приближается то там же в процессе учебы там догонится идти учиться к нам без того чтобы оставалось там ну скажем два-три месяца до получения разрешения на работу тоже как-то смысла особого нет знаете тут еще есть момент интересная вот замечаю последние несколько дней в связи с тем что в реформе но указе президентском который еще не не указ а только проект и который как бы утечка такая произошла с ним вот он так путь утек и там написано что забрать право на работу у тех кто еще не имеет грин карты и сегодня это люди которые по визе l2 и сегодня это люди которые двигаются от h4 то есть члены семьи h1b двигаются в сторону грин карты у них сегодня есть такая возможность заранее еще задолго до грин получения грин карты работать это называется h4 и иди импломент отризы шин документ у этих отнять у меня их в школе некоторое количество есть не могу сказать что много то есть я как человек который режим и делает я всегда этот вопрос указываю в резюме так вот я могу сказать что сейчас вот люди начинают жаловаться что рекрутеры рекрутеры без того чтобы им дали копию документов о праве на работу вообще не посылают людей на интервью но ну в компанию не посылает пока не будет точно известно что есть грин карта они не посылают или или гражданство но когда им посылают вот этот вот h4 и иди они пропадают они исчезают я думаю что дело не в рекрутерах потому что рекрутер это просто передаточное звено но менеджеры им говорят послушайте с h4 и иди нам не нужно людей потому что сейчас отменят эту h4 и иди и мы потеряем сотрудника мы на него некоторые несколько месяцев угрох и он у нас тут освоится в этом бах надо нового искать не нужно это никакого наезда на тех кто получает политику так в явном виде нету но наезд на самом деле состоит не в том что там люди конкретно понимают что надо и что есть и что можно а конкретно они скажут знаешь что вот есть green card а давай нет green card и но его нафиг даже даже думать не хочу понимаете это может такое тоже быть и безусловно она уже есть в каком-то проценте случаев но мы мы не знаем в каком и мы тем более не знаю в каком проценте это будет там допустим через полгода через год там и так далее то есть я я уже говорил раньше и я повторяю что сегодня мы находимся в состоянии когда все подвешено когда нет устоев нет традиции нет общепринятой практики когда делается попытка как бы абсолютно все то к чему люди привыкли уничтожить поставить под сомнение понимаете и так далее пошло и поехало поэтому значит что сказать вот вот такая такая ситуация поэтому спешить не надо надо дать как бы ситуации устояться устояться я не думаю что в такой неопределенности можно находиться долго то есть что-то такое должно произойти но опять я могу ошибаться значит но тем более вы завтра не приезжаете еще на политику не подаете собственно чё там значит и так и так профессия тестера никуда не уходит так значит будет настроение пожара нет значит пошли выучились тем более если вы по уходу работаете дата у вас есть какое-то время когда вы и например там можете заниматься там человек рядом или спит или кемарит или там телевизор смотрит можно заниматься обычно этих людей есть время зачастую есть теперь а что касается выучиться на доктора снова и да убер на убер чтобы попасть надо иметь год американских водительских прав по-моему на лифте этого не требуется другой сервис есть вот ну посмотрите там как подрабатывать отдельный разговор значит я честно сказать не знаю никого кто был кто стал врачом работая и параллельно значит учась вот честно не встречал вот таких что допустим вот муж работает жена там полтора два года сдает там все свои экзамены и так далее такого я видел много или наоборот жена там работает а он там как проклятый значит там все это до кучи собирают такого я видел чтобы это было в 43 ну там скажем 44 45 лет это уже намного намного реже обычно это ребята существенно моложе обычно а вот те врачи которые идут на то чтобы там значит свою квалификацию там подтвердить там экзамены всякие сдать и пойти снова этим путем обычно это люди помоложе но оно как бы не запрещено но просто я хочу сказать что даже молодые так чтобы сама самой работать самой себя содержать и вот как-то вот этим еще заниматься я я честно сказать даже не очень себе представляю правда ну наверное есть какие-то варианты может быть с лоунами грантами с каким-то финансированием если вы уже человек местный но в общем я я правда не знаю вам бы лучше конечно за человеком состоятельным в смысле с хорошей зарплатой да быть ну там замуж выйти а чё молодая женщина сорок сорок там два сорок три года самый расцвет вот тогда бы я еще легко это себе представил а вот так чтобы одной или может быть сын да подрастет сын к этому времени там но опять но подрастет но тогда вам уже чё полтинник будет полтинник сложно ну в общем совсем даже трудно себя представить поэтому в принципе если вы поработаете этим тестировщиком там я не знаю несколько лет то вы собственно и так свои 100 тысяч будете получать ну ну конечно это не там не 300 не 500 и не 700 да ну а я не знаю сколько вы заработаете врачом это свой офис содержать я даже не знаю если по найму врачом работать это наверное больше чем там приличный тестировщик но как бы не чудовищно больше поэтому те которые там где-нибудь какой-нибудь кайзер перманент там по найму есть такие люди просто работают так что даже вот не знаю может пусть меня поправят те кто лучше знает я так из общих соображений из того с чем сталкивался так прямо или косвенно поэтому это уже совсем отдаленная такая штука и если вопрос только в том что вот врачам хорошо платят надо еще здоровье тоже поберечь понимаете одно дело в 28 человек там костьми ложится и прорывается в течение там не знаю трех лет четырех пяти там да со всеми этими докторантурами и так далее или как там это называется вот а тут ой даже не знаю может оно того не стоит может быть там здоровье потеряешь и денег не заработаешь и здоровье потеряешь понимаете поэтому не знаю но в общем я бы на эту часть сильно не замахивался то есть как бы в моем представлении это не самое реальное что только может быть вот и может быть оно даже и не нужно так на фантазировать можно а так на самом деле может быть и не нужно а там видно будет еще знаете что годы в общем-то молодые там еще 25 лет до пенсии господа было по чем вообще говорить там еще столько всего может произойти поэтому приехала обустроилась там первично разрешение на работу получила и там не знаю тестером значит тестером может еще чего подвернется кто же знает столько всего в жизни ну пожалуйста можете тестером кто и кто же кто же говорит нью-йорк слава богу рынок хороший там работа есть так что давайте пожелаем успехов нашему корреспонденту вот и пусть все будет хорошо и все хорошо сложится счастливо